Капитан Алёхин, вы из комендатуры? Помощник коменданта города. Очень рад. Будем действовать вместе. Благодарю. Вам уже известно, что разыскивается группа, представляющая значительную опасность для действующей армии. По имеющимся предположениям, они могут сегодня, во второй половине дня, появиться здесь, в лесу. Наша задача под видом комендантского патруля проверка всех проходящих мимо нас в определённой обстановке по той дорожке. Что значит в определённой обстановке? На месте вы всё поймёте. Костя! Последовательность проверки. Сначала основные документы. Удостоверение личности и командировочные предписания. Затем второстепенные. После этого нам необходимо ознакомиться с содержимым вещевых мешков, проверяемых или другого багажа. То есть как ознакомиться? Вы хотите сказать, обыскать? Нет. Мы предложим им самим показать свои вещи для осмотра. Такова моя роль? Что лично я должен делать? Вы приглашены, чтобы мы действительно выглядели комендантским патрулём. Если они вас знают в лицо, такая возможность не исключена, они были в лиге, чтобы всё выглядело как можно правдоподобнее. Наша цель взять их с поличным или заставить их проявить себя. Для этого проверка с подстраховкой из засады. Место там безлюдное. Мы как бы их провоцируем, понимаете? Мы создадим им условие проявить себя, показать свою истинную суть. Это и есть момент истины. В чём же он может проявиться? Если это враг, они попытаются нас убить. Как у нас с оружием? За кого вы меня принимаете? Я на фронте с 41-го года, и поверьте, бывал в таких переделках, по сравнению с которыми ваша операция, просто загородная прогулка. Но я верю вам, верю. Вы на передовой когда-нибудь были? Да, мне приходилось. Приходилось? А я три года на передке. Если б не ранение, поймите, я боевой офицер, в комендатуре я случайно, и не задержусь. Говорите потише. Да вы что, психа из меня сделать хотите? Здесь же нет ни живой души. И куда уж тише, и так шепчу. Это вам так кажется, мы только что прошли засаду. Они предупреждены по радио, и знают меня в лицо. Иначе нас давно уже проверяли. Да вы не обижайтесь, это специфика. И вообще, лес шума не любит. 107, 108, 109, 110 точно. Так, а туда значит 147. По моим расчетам, мы должны встретиться с проверяемыми. Вот на этом вот месте, у этого пенька, они дальше не ближе. Теперь запомните. Во время проверки держимся уступом. Один сбоку и позади другого. Вот допустим, это вы, так? Это я. Или же? Наоборот. При этом с задней подстраховывай переднего. Одновременно нас будут подстраховывать из засады. Ну и держитесь свободно, уверенно. Вот. В случае неподчинения проверяемых, обострения, напряженности ситуации, требуется максимальная боевая готовность. При этом, нужно фиксировать Вальтер в кармане. Андрей, будьте любезны, подождите минуту. Как видишь место? Нормально. Отлично. Держи ноги на ширине плеч, главное не напрягайся. Вот. Теперь, во время проверки, запомните две условные фразы, которые я скажу. Не могу понять, это предельное внимание. И будьте любезны, это боевая готовность. В случае чего, стреляйте только по конечностям, даже если вас будут убивать. Стреляйте только по конечностям. Так еще. Главное. Ни в коем случае. Не закрывайте проверяемых от засады. Вопрос жизни, понимаете меня? Да. Вопрос есть? До которого часа мы здесь проводим? Я затрудняюсь. Вам сказать. А это наша персональная радиосвязь. Сиди. А теперь давайте перекусим, а? Самое время подкрепиться. Андрей. Товарищ капитан. Спасибо. Не хочу. Если не будешь отдыхать, пойди на свое место в засаде. Потренируйся, обжиги его. Так точно. Подожди. Ты осторожнее. Траву не примни, не наследи. Понял. Тебе нужны силы. И ты должен уснуть. Все, что от тебя зависело, ты сделал. И теперь, если они немын, и мы их возьмем живыми с рацией, тогда порядок. Значит, бабушка приехала. Товарищ капитан. Товарищ капитан. Девятка передает. Трое в военной форме пересекли просеку и движутся по дороге в нашем направлении. С двумя вещмешками. Оружие в кабурах. Все. Началось. Товарищ капитан. Товарищ капитан. Товарищ капитан. Первый передает. Немедленно покинуть лес и вернуться в расположение части. Да они там что, чокнулись? Они соображают? Лично я никуда не пойду. Даже если прикажу я, а не первым. Не только пойдешь, побежишь. Рванешь так, что Виллис обгонешь. Выходите на поляну. Ну, я, допустим, побегу. А лично вас такой вариант устраивает? Да это же чистая перестраховка. Они что, о наших шкурах заботятся? А когда мы неделями лазим по лесам, по одиночку, среди банков? Да ничем не рисковать, ничего не иметь, Паша, мы не должны отсюда уходить. Я категорически против. Я не мальчик и не стажер. У меня за розыск пять боевых орденов. И требую, чтобы с моим мнением считались. Сообщи, генерал, немедленно. Я тебя прошу. Требую категорически. Можешь валить на меня, как на мертвого. Я за все отвечаю. Но ты прокачал ситуацию. Неужели ты не понимаешь? А если я не Неман? Ты возможные последствия представляешь? Их же не сумеют взять теплыми. Паша, а момент истины. Все. Выходите на поляну. Срочно передайте первому. Вас не понял, прошу повторить. Товарищ капитан. Передавайте. Есть. Я четвертый. Я четвертый. Вас не понял. Вас не понял. Прошу повторить. Прошу повторить. Я четвертый. Я четвертый. Вас не понял. Прошу повторить. КОНЕЦ Товарищи офицеры, попрошу предъявить документы. Комендантский патруль. Кто вы такой? Ваш мандат на право проверки. Помощник военного коменданта, 132-й этап на загородительной комендатуре, капитан Аникушин. Прошу. Вильнюс, Лида и прилегающие районы. Так, а что? А в лесу вы что это делаете? Читайте, читайте, там все указано. Это где находится ваша часть-то? Должен заметить, товарищ капитан, что лес не самое подходящее место для подобных разговоров. А мы это офицеры комендатуры. Нам, значит, это положено. Кроме нас тут, понимаете, никого нет. А кто еще это может услышать? А? Левша. Не факт. Это... А какие еще документы у вас есть? А что, этих разве недостаточно? Ну, это в городе было достаточно. А тут это не совсем. Вы извините, конечно, но вот вы нас проверяете. А вот кто вы такой? Я, например, не знаю. Мы-то? Да. Мы тоже, это... Из комендатуры. Пожалуйста. Дежурный помощник. Что вас интересует? Расчетная книжка? Вещевая? Продовольственный аттестат? Парт-билет на родные документы? О, давайте, давайте. Закон, как говорится, порядка требует. Служба и служба. Иллатанцев А.П. Орден Красного Знамени. Орден Отечественной войны первой степени. Если они агенты, то этот наверняка старший. Качаеву. Проверки они не боятся. Кто они, как оказались в лесу, зачем? Морщилок шевелек главе. Хорошо, они держатся, спокойно. Особенности. Южно-русский говор, быстрее. Яковлев Иван, короткая верхняя губа. Мазанов пойман. Степанков пойман. Сердюк Гуляев. Так. А у вас это, какие еще документы есть? Чубаров, Николай Петрович. Справка госпиталя. Форма номер шестнадцать с наклоном соответствует. Недобрый у него взгляд. Очень даже недобрый. Мы с вами, как говорится, это земляки. В одном госпитале лежали. Я там тоже, это, по ранению-то. Около месяца, да. А, эх, у меня в воспитале женщина была. Повариха. Ой, красивая. Гладкая. Знаешь, вот как говорится, вот одно слово. Краля. Да знаете, наверное, да? Ну, Лизавета младший сержант. Я поварихами не интересуюсь. А, да. А ну-то так, да. Васин Михаил Сергеевич. Приказ. От семнадцатого июля сорок четвертого года. Свежеиспеченный. А вы это, подполковнику Васину из штаба фронта, вы не родственник? Нет. Эх, крепко, как машете, а? Я прям подумал, брат или дядя, нет? Он же тоже Сергеевич. Эх, умный мужик, голова. Генерал, эх, мы с ним под Смоленском-то, знаешь, как сижу, говорит. Ох. А он меня, главное, как встретит. Так, говорит. Как дела, говорит, комендатура? Я говорю, нормально, говорю. Пока живой. А он мне, обязательно, понимаете. Да что тебе, говорит, поделается? Эх, вас, столовых крыс, говорит, из пушки не прошивешь. Шутник. Да. Ну, ладно. Серия. Номер. Фотокарлочка. Спокойнее. Играй попроще. Старший лейтенант Левша. Неужели это он пытался убить Кусева? Не факт. Федулов. Серый глаз, а узкий подбородок. Подпись командира части натуральна. А лейтенант напрягся на косвенном. И все же не факт. Качай, Паша, качай. Фактура бумаги, плотность. Южно-русский говор. Кошевой. Пойман. Чугунов. Гуляев. Алтунин. Южно-русский говор. Голубые глаза. Мищенко. Глаза с прищуром. Неужели Мищенко? Не могу понять. Начальник штаба батальона, так? Командир роты и командир взвода, так? А где же ваш личный состав? Вот какое? Задание вы можете здесь выполнять, это без подчиненных. Не могу понять. Я тоже не совсем понимаю. Вы что, нас в чем-то подозреваете? В чем дело? Почему такая проверка, такой допрос? Это вызвано необходимостью. Какой? А что значит, какой? Значит, нужно. Мы, как говорится, при исполнении обязаны. Вы нас это не оскорбляйте. Закон, как говорится, порядка требует, правильно? Служба есть служба. Да? И я спрашиваю, где находится эта ваша часть? В Новой Вильне. Неужели это Мищенко? Мищенко, 905-го года рождения. Ему 39, а этому? Глаза с прищуром, южно-русский говор. Словесный портрет, пожалуй. А может быть, это все-навсего Елатомцев Алексей Павлович. Капитан Красной Армии, фронтовик, дважды орденоносец, коммунист. Мищенко – это фигура, не говори гоп. Не факт, что это Мищенко. Не факт, что они неман. Качай, Паша, качай. Твоя задача – заставить их проявить свою суть. Все безупречно, все соответствует, но что-то в них не так, что-то есть. А может, только кажется. Проверка документов их не волнует и ничего, наверное, не даст. Почему молчит помощник коменданта? Он что, забыл? Пассивно он себя ведет некачественно. Так. А теперь, товарищи офицеры, попрошу предъявить для осмотра ваши вещевые мешки. На каком основании? В чем дело? Проверка личных вещей – это необходимость. Что значит необходимость? Мы не рядовые, не сержанты, вы не старшина. Кто вам дал право обыскивать офицеров? А мы это и не думали, вас обыскивать. Я прошу, чтобы вы сами показали, что у вас в вещевых мешках. Понимаете, как говорится? Добровольно. А если мы не желаем? То есть, как это, не желаете? Ладно. Давайте, как говорится, по-хорошему. Я вам это, как офицерам. Только вы понимаете, как говорится это? Никому. Вы шестнадцатого, значит, были в Лиде? Ну, были. Все. Вот то-то и оно, понимаете. Шестнадцатого в Лиде с артиллерийского склада пропали два ящика взрывчатки. Мы-то здесь при чем? А, а есть указание, что ее вынесли весь в мешках, понимаете, офицеры и увезли из города. А для чего, неизвестно, понимаете. Нет указаний. Может, это рыбу глушить, а может, мост взорвать. Чушь какая-то. Мы не были в никаком складе. А кто ж знает-то, товарищи дорогие. Давайте-ка по-хорошему. Вы же советские люди. Есть указания. И я это прошу. По-человечески прошу. Показать, что у вас в вещевых мешках. Должен заявить со всей ответственностью, что мы в Лиде не были ни на каком складе. Не знаем ни о какой взрывчатке. И не желаем, чтобы нас обыскивали. Категорически. Ладно. Тогда придется вам проехать с нами в комендатуру. Вы все равно в Лиду едете, правильно? Вот. У нас это в Шиловичах машина. Там, правда, в кузове бойцы. Но ничего, на вас аккурат место найдется. Прошу, значит. Будьте любезны. Пожалуйста. Если это вас так интересует, обыскивайте. Только уж потрудитесь сами. К сожалению, у нас нет времени с вами ездить. Есть еще дела в этом районе. Но я буду жаловаться. Пожалуйста. Пожалуйста. Затянул узел. Ловко. Милый, это фокус для фраеров. Мы его не раз видели. Обступили с боков. Отлично. Спокойно. Для них мы уже трупы. И все же не факт. Будьте любезны. Станьте на свое место. На какое место? В чем дело? Будьте любезны. Станьте на свое место. Вот сюда. Вы еще можете нас по стойке смирно поставить? Это если понадобится, я поставлю. Мы это офицеры комендатуры, понимаете? Мы при исполнении служебных обязанностей. Я говорю, стань на свое место! Стань, как стоял. Вот так. Куда он вылез? У него что, затмение нашло? Как бы то ни было, таманцев они не уйдут. Если... Все. Взвод! Окружай! Не стрелять! Полыж держи, лейтенантно! Не стрелять! Стань, кого гонять достану! Падай, капитан, падай! Не стрелять! Ложись, комендатура, ложись! Не стрелять! Да! Порядок, двое наверняка теплые. Ты не ранен? Не царапинки, и малыш цел. У вас разбита голова. Давайте перевяжем. Успеется. Женя! Запомни, это Мищенко. Вот она. Телефунькин. Лежать. Телефунькин. 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 Паша, Паша, Ваську убили. Как убили? Ваську убили, Ваську. Убили моего друга, Паша. Паша, Ваську убили. Ты, ты его убил. Нет, я никого не убивал. Это не я. Я жить не буду. Не хочу жить. Клянусь, я никого не убивал. Я прикончу тебя, как падай. Не смей его трогать. Он убил Ваську, Паша. Он убил моего лучшего друга. Держите его, он же контуженный. Не смей, слышишь? Не смей, ты еще врач. Ты еще смеешь меня обманывать? Может, ты и позывные своего передатчика уже забыл? Позывные твоего передатчика. Быстро. Позывные твоего передатчика. Быстро. 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 Сколько вас приехало сюда в лес? Быстро. Кто старший? Быстро. Кто старший? Кто старше группы? Он. Его кличка для радиограмм. Крабцов. Настоящая. Настоящая. Не слышу. Мисси. Миссиенко. Матильда. Матильда. Кто он и где? Быстро. Подшиуляем. Он что, офицер штаба фронта? Ваня! Быстро. Капитан. Шепробальщик штаба фронта. Нотариус. Железнодорожник. Ты ведь радист? Как тебя зовут? Сергей. Хорошее имя. Ну вот что. Если не ты убил Ваську. и даешь нам Матильду, тогда живи. Только дышать будешь, как я скажу. Понял? А если вздумаешь крутить, то не обижайся, Серега. Если вздумаешь крутить, то это будут последние минуты твоей жизни. Понял? Блинов. Товарищ капитан. Бабушка приехала. Это точно? Ты все прокачал. Точнее быть не может. Я отвечаю. Срочно передайте первому. Товарищ генерал. Четвертый докладывает. Бабушка приехала. Гребенка не нужна. Помощи не нуждаемся. Паша, ты гений. Ты прокачал Мищенко. Ты их раскрыл. Паша. Паша, ты даже не соображаешь, какой ты гений. Мы их взяли, Паша. Бабушка приехала. Слышишь? Бабушка приехала! Бабушка! Бабушка. Не качнется, сердце замирает, что кому зачтется. Кто же об этом знает